Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что у нас есть такие чудесные праздники, юбилеи. Если это юбилей просто у человека, это тоже хорошо. Но когда есть юбилей церкви, это, я не знаю, во сколько раз это приятнее. Особенно, если это звучит на фоне вот этой борьбы против церкви, войны. И я никогда не забуду, мы это очень часто повторяем, когда наш незабвенный Никита Сергеевич когда-то объявил и назвал число, когда последнюю христианина покажут по телевизору. И что этот вопрос будет решен, решен окончательно, то больше никогда Слово Господне не будет звучать в нашей стране. Но мы еще не благодарим Господа, что Никиты Сергеевича уже давно нету, а церковь Христова растет и умножается. Слава Ему и благодарение! Я, конечно, в свою очередь хочу поздравить вашу церковь, а также Степана Герасимовича, его супругу, его семью с этим прекрасным днем, двадцатилетием церкви. И я прекрасно понимаю, насколько это непросто. Я не раз говорю, сегодня еще не раз скажу, что с верующими людьми работать непросто и нелегко. Потому что стандарты совсем другие, все умные, никогда пьяными не бываем, все понимаем хорошо, подскажем, где не надо и где надо. С разных сторон. Это непростой труд. Я немножко с чумором говорю, но это правда. Но это правда. Поэтому я очень рад, что сегодняшний день могу быть здесь. Слышу такие чудесные слова, свидетельства. Я так слушаю и вспоминаю. Когда я был в Борках недавно, там говорили, там самая лучшая церковь. Приехал в Рождеал и сказали, что здесь самая лучшая. Здесь многие наши спасения. И я не просто хочу что-то посмеяться над этим, нет. Но церковь в своей местности очень важная личность, я буду так назвать. Там в Борке, где нашли спасение многие люди, здесь разделывающие. В Хатынчих тоже, когда будем праздывать, там тоже будут говорить, что самое лучшее. Потому что один и тот же хозяин в этой церкви, Иисус Христос, за что благодарение Богу. И потом можем слышать свидетельства, различные свидетельства. И самое важное, что это не просто сказки. Это не просто бред больной головы. Это в самом деле так было, за что благодарение Богу. Это чудеса. Если люди сегодня выдумывают что-то, друг друга поддерживают, то мы ничего не выдумываем. Это реальность нашей христианской жизни. Я просто вспомню слова, которые однажды прозвучали где-то там, среди учеников. Что мы не хитроспетинным баснем посидовали, Петр сказал. Но бывшие очевидцами его величия. Когда из велелепной славы принесли к нам такой глаз, который мы слышали, и так далее, и так далее. Поэтому мне очень хочется, чтобы сегодня, ну, мы действительно были благодарны Господу за этот чудесный юбилей. Знаете, 20 лет упоминается в Библии. Я сегодня чуть-чуть немножко просмотрел, потому что можно цифры забыть. 27 главе книги Левит. Там говорится об одном служении, когда людей по-особому посвящали на служение. И там несколько периодов есть. Первый период – это с года до 5 лет. Тоже посвящали мальчиков и девочек на служение. Там было всего 5 секлей стоимость. От 5 лет до 20 – 20 секлей мужчина стоил. А с 20 до 60 – 50 секлей. 60 и дальше сразу же на 15 бросалось все. Как резко все падало. Я с какой точки зрения говорю, что с сегодняшнего дня у вас самая большая цена. С 20 до 60 – 50 секлей. Правда, если касаться людей, то сегодня немножко другое время. Здесь не физические силы нужны. Там уже ясно было. 60 лет сразу цена резко падала. Уже на плечи не возьмешь, уже быстро не побежишь. И все, кто этот рубеж перешагнул, понимают это в духовном смысле не так. Там, может быть, и усиливается присутствие Господне. Но, тем не менее, эта цифра существует. С 20 до 60. Я бы очень хотел, чтобы вы оправдали эту цифру. Чтобы стоимость была высокая-высокая. По самым высшим уровням. 50 секлей серебряных. Поэтому пусть Господь вас благословит. Но я на что хочу облить сегодня внимание. Я, с одной стороны, не умею долго говорить, но всегда стараюсь говорить коротко. Так что, если буду говорить долго, то учтите, что я очень стараюсь сильно. Пожалуйста, мне тогда не упрекайте, что долго говорил. Я не раз вспоминаю, когда перед разбором слова у нас, Баранович, у себя веду разбор слова в среду. Мне перед самым началом пишут записочку. Брат Николай, ты, пожалуйста, говори помедленнее. Там пришла помедленнее говорить. Ну, хорошо. И я так стараюсь эти два часа. И мне в конце пишут записочку. Брат Николай, пожалуйста, ну, говори помедленнее. А я думаю, а что ж я делал все это время? Я ж так старался говорить помедленнее. Но, оказалось, не получалось. Поэтому я постараюсь коротким быть, потому что все-таки время уже прошло. Читаю одно местописание. Оно будет записано в 21 главе Евангелия Тиана. Это будет всем известное место. С 2-4 стиха читаю. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресеньям своим из мертвых. Когда же они обедали? Иисус говорит Симону Петру. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? И Петр говорит ему, а так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит ему, пащи ах, це у моих. И еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, пащи овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросили, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, пащи овец моих, истину, истину говорю тебе. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прослешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смерть Петр прославит Бога. И сказал все, говорит ему, иди за мною до этого места. Вы знаете, на что я хочу обратить внимание? На этот вопрос традиционный, наверное, самый главный здесь в Писании, в этом месте Писания, Петр. Дальше Господь бы даже не Петр назвал, не новым именем, Шимон Ионин. Потому что ему надо было начинать все сначала. Ведь у него было отрешение. Вот Шимон Ионин. Любишь ли ты меня? За 20 лет я очень хотел бы, чтобы мы себе поставили вопрос. Господи, а я люблю тебя или нет? Скажите, что за вопрос? Конечно, люблю. Конечно, люблю. Но я просто хочу обратить внимание на чувства. Я об этом однажды где-то напомнил. Рыж не в чувствах идет. К Богу, вот как мы к людям имеем, немножко по-другому вопрос рассматривается. Для нас сегодня, любви и господа, есть один ответ. Я его прочитаю. Это будет в 14 главе Евангелия от Иоанна. И вот с этой точки зрения я и должен рассматривать свою любовь к Господу. Если кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, то что там написано дальше, то лжец. Такие вот резкие слова, категоричные, без всякого сглаживания. Что если ты говоришь, что любишь Бога, а брата ненавидишь, то любишь ты лжец. Лжец. И вот именно с этой точки зрения я хочу немножко посмотреть на нашу жизнь. Потому что, знаете что, здесь Господь не сказал вообще-то, любишь и любишь. Он имел в виду, любишь ли ты меня больше, нежели они. И для Господа это было очень важно. Он трижды задает вопрос. С одной стороны, ну говорят причина в чем, что Петр трижды отрекся. А с другой стороны, когда впервые задан вопрос, мы не очень глубоко осмысливаем. Можем отвечать поспешно, когда второй раз, мы уже более глубоко отвечаем на вопрос, любишь ли ты меня. А уже третий раз, значит что, говорит, опечатался даже, как это, раз, два, мало оказалось. Еще третий раз вопрос стоит, Симон Вонин, любишь ли ты меня. И Петр отвечает, Господи, ты же все знаешь. Ты же все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. И вот то, что я дальше буду говорить, оно не совсем будет к Петру относиться. Оно больше будет относиться к нам. Может, Петр так и не думал, как я сегодня буду рассуждать больше. Вот столько вопросов было задано. А вы знаете, что в жизни Петра, может быть, что-то и непонятное было, особенно в последнее время. Вы помните, когда Господь говорил с Петром уже накануне своих страданий, когда Петр клялся, что если даже все тебя оставят, то я не оставлю. Вы помните, он не очень-то доверял Христу. Это странно звучит сегодня. Но когда Господь сказал ему, Петр, вы меня все оставьте, он сказал, Господи, если и все оставят, только не я. Он никак не мог согласиться со Христом, что он его оставит. И Господь тогда ему сказал, интересную вещь сказал. Он говорит, Петр, ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Что этим Господь сказал? Петр, ты упадешь. Ты разобьешься. И только после этого у тебя будет вера, потому что тебе чаще всего самоуверенность была. Вы согласитесь со мной, что это так было? Это же было не вера. Потому что Христос сказал, предупреждал мне в семании, молите, чтобы не упасть в искушение. Ну, старались, но спали, не молились. Вы меня вообще оставите? Говорит, никогда не оставим. И Господь вынужден был допустить его падение, чтобы он поверил все-таки, что именно он знает наперед все. И вот после этого, я не думаю, что в голове Петра были такие мысли, но у нас могут быть. Господь, я тебя люблю, и ты меня любишь. А почему же допустил вот это падение в моей жизни? Почему? Почему? Почему ты допустил смерть чью-то? Почему? Если ты меня любишь, то почему? И опять повторяю, я вот эту мысль нисколько не отношу к Петру. Вполне возможно, Петр так не думал. А вот после того, что произошло, допустил падение. И для чего? Чтобы разбить самоуверенность. И вот после этого, Господь спрашивает, Петр, ты после этого любишь меня или нет? Или ты уже обижаешься? Или ты... Но я помню, кто-то из сестер сказал так. Когда умерла дочка, то сестра сказала так. Да зачем мне такой Бог нужен? Куда он смотрел? И она отступила. Она пошла от Господа. Она не могла смириться с этим. И она уже сказала после этого, любишь ты, тебе сказала, нет, не люблю. Не люблю, потому что я тебя не понимаю. Может быть, в вашей жизни нечто похожее было? Неудобо-разумительное? Вам казалось, что вы уже святые? Казалось, ну вдруг раз, что-то происходит такое. Но неудобо-разумительное? Ну, Господи, ну как понять тебя? И Господь после этого спрашивает. А после всего этого, что произошло? Ты любишь меня или не любишь уже? И это очень важно. Это доверие к Богу. Мы не все можем понять. И я не все всегда понимал. И я помню, когда-то, когда Господь сказал так. Я, вроде, тебе испытаю так, что люди скажут, Бог так не может делать. И оно было так. Да это что, Бог так мог? Никак. Ну, оно было так. И после проходит короткое время. И я говорю, Господи, а почему ты так? Я тебе не могу понять. Что у тебя за план такой? А Бог говорит, я не планировал этого, но я знал, что так будет. Я не планировал этого, но я знал, что так будет. Потому что у меня в голове что-то за план такой. Как это Бог может такое? А оно было такое? Вы знаете, друзья мои, дорогие мои братья и сестры. Церковь Господь говорит, я не знаю, что у вас было, я не знаю, что еще будет. Мы не всегда поймем Божьи планы, но мне очень хотелось бы, чтобы пройдет ли время долгое, или какие-то бури пройдут над нами, или будет что-то непонятное. И, может быть, Господь, восстанавливая нас, по следствии скажет, слушай, а после этого ты любишь меня или нет? И я должен сказать, Господи, люблю. Потому что я понимаю, что я не все понимаю. Я не могу уместить вот это все. Не могу понять, почему ты так делаешь. А ведь действительно можно объяснить. Да ты видел, что я паду, ты не мог предупредить. А он сразу сказал, падешь. И ты никогда, обратившись, утверди братьев твоих. Друзья мои, я очень хочу, чтобы сегодня мы, когда будем молиться, мы за все поблагодарили Господа. За все. За все. Если бы мы могли быть послушными, только в результате наставления Господня. Чтобы не надо было к нам крутые меры принимать. Наверное, Бог их и не принимал бы. Но, коль мы не всегда просто можем воспринять все так, как надо, принимая другие меры. Помните, 49, скажет 49-й псалом. Вразумлю тебя, наставлю на путь, по которому тебе идти, но не будь как конь, как лошак несмысленный, который челюсти нужно обуздывать, чтобы они покорялись тебе. Есть такое написано? Я не выдумал. Есть. Так написано. Надо обуздывать. Обуздывать, знаете, что? Вы вообще люди из деревни почвы. Знаете, что такое обуздать коня? А то же лески сюда. И чуть что, и больно. Уже он идет. Хочет, не хочет, но идет. Но уже его, так сказать, говорят, закелзали по-белорусски. Если я еще помню немножко. Цугли в зубы, и все. И уже рулит тогда. Поэтому я просто обращаю сегодня на это внимание. И вот один из главных вопросов, на который Господь хотел получить ответ. Симон Иоанн. После всего вот этого. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Если любишь больше, то паси овец моих. А потом второй раз, а потом третий раз. И в конце какой финал? Тебя возьмут ангелы и на крыльях понесут. И ты так кончишь. Как Иоу. В старости добрые. Да нет, вот возьмут тебя за руки. И поведут тебя. И пойдешь, куда не хочешь. Для нас, людей, это не очень-то приятный финал. Мы бы хотели, говорят, скончаться в своем гнезде. Но когда человек отдает свою жизнь за Господа, когда жизнь отдает, это самая высокая жертва, это самое высокое служение. Почему иногда мы не один раз читаем, будь верен до смерти, и дам тебе винить жизнь до смерти. Не просто до смерти. Я повторюсь то, что я на разборе сказал. Иногда мы понимаем так, до смерти. А если уже смерть, то тут можно выкрутиться. Вы помните, в советское время какая-то такая песня была. «Смело мы в бой пойдем за власть Совета». Помните? «Все как один умрем в борьбе за это». То верю, что пели так. «Смело мы в бой пойдем, и мы за вами. И как один умрем, тогда мы не с вами». Тогда мы не с вами. Вы знаете, что? И кто-то однажды в одном из братьев говорил. Я думаю, может быть, это и ошибка была. Может быть, он не такой был. Но он говорит, вы с этим братом не особен. Он до дверей тюрьмы доведет, а после оставит. А до самой тюрьмы до дверей будет идти, а в двери не пойдет. Поэтому Писание сегодня говорит нам, как в церкви. А для церкви не будет таких легких времен. Оно все усложняется. Все будет труднее и труднее. Но я знаю, если мы будем идти с Господом, то милость Господь никогда не оставит нас. И мне очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь еще раз благословил нас. Когда мы будем молиться, чтобы мы могли сказать Господу, где мы любим, где не можем. Вот, Господь, мы такие, какие мы есть на сегодняшний день. Дай Твое благословение для того, чтобы мы действительно могли еще что-то сделать для Господа. Вы знаете, самое ценное, что пащи овец моих. А это будет только тогда, когда больше будешь любить, чем они. Вот, брат Степан, больше будешь любить церковь, чем церковь его будет пасти. Если не сумеет, трудно будет пасти. Не получится. Потому что не хватит силы, не хватит усилий, не хватит ревности и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня могли за все поблагодарить Господа. За эти 20 лет. За то, что во время трудностей Господь помог устоять. За то, что когда падали, поднимал. За то, что когда любовь наша гасла, Он продолжал любить нас и возбуждал своей любовью, нашу любовь к Господу, за что, конечно, благодарение Ему. И пусть сегодня же и будет особым днем в вашей жизни. Чтобы ваша ценность многократно увеличивалась. С этих 15, 20 до 50. И чтобы в вашей жизни вы увидели успех не только с неба. Я иногда слышу такое слово, когда Господь говорил, вот, я спасу вашу семью. Да, ты уже не увидишь, но они будут спасены. А как хочется еще на земле увидеть своих родных и близких спасенными. Помолиться вместе с ними. Псалмы попеть вместе с ними. Хочется, правда? Очень хочется. Поэтому мы давайте склоним наши колени. У нас есть возможность сегодня. Очень искренне поблагодарим Господа. Попрочем благословение на будущее время. И для церкви, и для этого вселения. И, конечно, для брата Степана. И для его семьи. Потому что этот труд жертвенный, труд непростой. Труд, который оценивается Господом, но не всегда оценивается нами. Есть успех в церкви благословения? Как говорят? Слава Богу! Бог благословил. Как только что-то не так, кто виноват тогда? Пастор. Конечно, пастор. А кто же еще? Он. Я не против того, что сегодня братья говорили, что слава Богу принадлежит. Я совсем немножко другую линию веду. Это в самом деле так. Богу принадлежит все. И Бог это все делает. Но иногда я свою вину на кого-то хочу свернуть. Это он виноват. Это что мои дети в мире, пастор виноват. А что сама учат не тому, что надо. Это уж никто не знает. Вот ты не доглядел, ты не сделал, ты не успел. Но я надеюсь, урозят же так и не было и не будет никогда. Это у других бывает. У вас все будет по высшему стандарту. Но я очень хотел бы, чтобы сегодня Господь благословил. Чтобы сегодня это благословение Божие окрылило вас. Чтобы руки не опустились. И чтобы в будущее время каждый из вас на своем месте исполнил волю Божию. И если это будет, то будет самое большое благословение, которое можно только ожидать. Клоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. Отец, мы хотим сегодня от глубины сердца нашего поблагодарить Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, Которого Ты отдал на этот великий жертвенник, построенный Тобою на земле, на горе Голгофе. И мы благодарны Тебе за то, что эта чудесная вещь об этом великом спасении. Она, Господи, не заглохла, не остановилась, но достигла и раздяло ведь. И сегодня здесь есть люди, для которых драгоценно Твое имя. Которые говорят о щиле Твоей крови, как в одном единственном могучем средстве исцеления и освобождения от греха. Мы, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты взошел на Голгофский крест и сам делался этим жертвенным акциям. Мы еще раз и еще раз благодарим Тебя за пролитую кровь, за смерть Твою, которую Ты вкушил в полную меру, чтобы уничтожить наше беззаконие и преступление. Мы благодарим Тебя, дорогой Господь, что Ты воскрес для нашего оправдания, ибо мы были достойны отмщения, потому что Ты, несправедливо, Господь, был осужден из-за наших грехов и преступлений. И люди, когда, Господь, выходят из тюрьмы, они очень часто мсят тем, через которых они попали туда. А Ты, Господь, вышел из этой тюрьмы, Ты воскрес из мертвых для того, чтобы оправдывать нас, чтобы ходатайствовать за нас, чтобы защищать нас, за что мы славим и благодарим Тебя. Это не поддается, Господи, нашему разуму. Это нестандартное человеческое мышление – оправдывать беззаконника. Но мы, Господь, благодарны Тебе, что это делал неоднократно. Мы благодарим Тебя за день нашего покаяния, который однажды Ты сотворил для нас, когда мы впервые просили у Тебя прощения, когда кровь Твоя омыла сердце наше, и мы почувствовали эту влившуюся новую жизнь, обновление нашего духа и тела для многих, Господь. Поэтому, Боже, благодарность Тебе. Но Ты знаешь, что мы хотим любить Тебя, и еще, Господь, живя на этой земле, чтобы еще были спасены наши родные и близкие, чтобы спасены были наши друзья и соседи, чтобы еще многие люди, жители нашей планеты, могли обращать спасение по нашим молитвам, Господь, потому хочется, чтобы церковь в разделе уже была молитвенной, чтобы этот фемиам молитвы струился к Твоему святому небу днем и ночью, чтобы еще многие люди услышали Твою чудесную весть о силе Твоей крови, о могуществе Твоей благодати, о Твоей великой верности, которая нам так необходима, когда мы падаем, когда, Господи, терзают сомнения, когда нам кажется, что Ты оставил нас, и как важно знать, что Ты верный Бог. Ты обещал довести нас в эти вечные обители, и Ты то, Господи, сделаешь, потому что Ты верен, как обещавший. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, Господь, потом Божий. Мы благодарим Тебя, что сегодня можем сказать, что мы любим Тебя. Да, Господь, вот эту несовершенную любовь. Может быть, Господи, Ты хотел бы видеть больше любви, и мы хотели бы видеть больше, но мы сегодня такие, какие есть. Мы просим Тебя, сделай все необходимое, чтобы эти, Господи, запасы Твоей любви пополнились, чтобы она, Господи, воспылала еще сильнее. А за те трудные времена, которые были в нашей жизни, если мы роптали, тогда прости. Но сегодня мы благодарим Тебя за все скорби и слезы, за болезни и трудности. Не за то, что нам болезни приятные, Господь, но за то, что в течение этого времени Ты шлифовал сердце наше, Ты твердыми ногами ставил нас на путь спасения, Ты останавливал нас, и, может, даже подталкивал, если мы останавливались, Господь. Ты, Господь, делал все, чтобы наш молитвенный поток не истощался никогда. И это часто делали трудности, переживания, которые были в нашей жизни. Поэтому, Господь, дай нам Твою святую милость. И сегодня еще раз глубоко поблагодарить Тебя за все то, что казалось нам неприятным, за все те моменты, которые не хотелось бы, чтобы были в нашей жизни. И, конечно, по-особенному хочется благодарить Тебя за исполнение Духом Святым, за Твои чудесные исцеления, за чудеса и знамения, которые мы видели в нашей жизни. Это приятное нам и как человеком. Слава Тебе, дорогой Господь и Спаситель. Мы благодарны Тебе за расположение властей, которые мы имеем сегодня в нашей стране. Мы благодарим Тебе за местное начальство, которое не препятствует работе Твоей. И просим Тебя, благослови их, Господь. И, конечно, благослови сегодня наши щемни, потому что они, Господь, в большей степени не веруют, что у многих из нас, где, Господи, есть и коту, дорогие сердцу нашему, но они еще никогда не склоняли свои колени. Им не приходит в голову, что время убегает очень быстро, и Ты скоро поставишь последнюю точку и в судьбе Церкви, и в судьбе этого мира. Потому что сегодня мы просим Тебя, обрати внимание, Господь, на наши щемни, на наших детей, на наших мужей и жен, на наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, которых мы хотели бы видеть спасенными, с которыми хотели бы жить у Святой Вечности Божьей, благослови, благослови наших соседей, которые в своей сущности очень хорошие люди, но которые еще не имеют спасения, и в этой доброты человеческой очень мало для того, чтобы жить с Тобой и у Святой Вечности. Благослови наших друзей, благослови жителей наших селений и окрестностей, и пусть, Господи, Твоя Святая Любовь покроет сердца наши, пусть возгорится наша ревность, пусть возобновится наша преданность и жертвенность, которую многие потеряли, и уже она не на том уровне, на котором было раньше, и на котором Ты ее хочешь видеть, и, конечно, Господь, благослови брата Степана, благослови его семью, воздай Твою и Святую милость за этот труд, хотя, Господь, Ты знаешь, что он непростой, и Ты знаешь, что нет у них той роскоши, нет того достатка, но Ты дай Твое благословение, потому что я сегодня слышал, что они не взяли ни копейки от церкви, чтобы не было соблазна, но с другой стороны, Господь, Ты дай нам церкви любовь к ним, чтобы они видели их нужное, чтобы они могли вникнуть их, помочь, поддержать, чтобы у Господи не было однобокая работа, чтобы Он вложил все свое здоровье для них, а они, чтобы не обращали внимания на то, как Он живет, чем живет, как Господь движется, отец, поэтому благослови их взаимностью, дай им Твое благословение, дай им милость Твое, и пусть они в единстве Духа и в союзе мира продолжают шествие Твою святую вечность, чтобы ни один из членов церкви не отступил, а тех, которые отступили, тех, которые сегодня не ходят в собрания, которые пошли своими путями, дай им милость и возврати назад, дай Твое благословение, пополни эту церковь своим народом, и пусть Твоя святая любовь еще многое делает в этом селении, в этой окрестности. И все это, Господи, мы просим во имя Твое и для Твоей славы. Итак, благослови, дай нам ощутить Твое дыхание, возьми нас в Твои святые руки, поведи в дальнейший жизненный путь, и путь в жизни каждого из нас исполнится Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. А за это служение, за Твою благодать, за слово жизни, за чудесное свидетельство, за прекрасное пение, за глубокие проповеди, прими от нас хвалу и благодарение, как вежды наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Аминь.